Всем привет! С вами Олег и Валя. Я напоминаю, что мы сейчас в Кругаде, Египет. Отель Штенгенбергер Аквамэджек 5 звезд. С вылетом из Киева обошелся он нам 25 500 тысяч гривен. Плюс тесты это все и в общем примерно 1000 долларов. Но сейчас не об этом. Мы хотим пойти на пляжик, на море, покупаться, позагорать и вам это все показать. Потому что вы спрашиваете, вы пишете, как море, как температура моря в этом сезоне. Теплая водичка, прохладная. Сейчас мы это все узнаем. Отель у нас находится на второй линии и проходить мы будем через сеть отелей Штенгенбергер, Пуре и Альдау. Так что хотите увидеть море? Погнали! Мы на территории Альдау. Довольно большой отель и чуть позже мы обязательно покупаемся у них в бассейне. Так? Конечно. Крову стрягут, все очень громко, музыка играет. Если вам обломите или вы уставшие или вам тяжело ходить, вы хотите проехать на шаттле, то вот здесь тут находится остановка. Шаттл курсирует, насколько я понимаю, минут 10-15 один раз. Туда-сюда, на пляж и с пляжа. Но пешком идти буквально минуток пять. Да, минут пять. А вот и шаттл. През отдыхающих на пляж. Пляж конкретно нашего отеля Aqua Magic. Потому что здесь еще есть два соседних пляжа этой же сети. Полотенце также можно взять на пляже, не обязательно тащить его от отеля. Полотенце берутся. По карточкам. О, бутылочки с песком можно прикупить прямо на пляже. Браслетики и бусы. Бар на пляже тоже присутствует. Позже вам покажу, что там можно взять. Людей на пляже очень много, но нам удалось найти пару свободных шезлонгов. Они здесь вот такие вот старинные, деревянные, тяжеленные. Поэтому оттащить их к воде у вас просто не получится. Но зато есть ветрозащита. И это большой плюс. Так как это хурга, да, детка. Да, мы уже здесь не первый день. Постоянно дует ветер. С одной стороны хорошо, но с другой стороны иногда напрягает, потому что постоянно дует. Можно легко сгореть. Что могу сказать? Здесь нужно занимать место с самого утра, видать, с самого рання, потому что шезлонгов реально не хватает на всех отдыхающих. И даже, видите, мы взяли на какой-то уже пятой линии, хотя уже время после обеда, понимаете? Из-за этого, если вы хотите, да, если вы хотите загорать на море, на шезлонгах, особенно на первой линии, я даже не знаю, во сколько вам нам в 6 утра сюда приходить, 7. Как и обычно, да, на всех пляжах. Да, но нам сказали, что здесь нельзя оставлять полотенца, потому что полотенца бичбой забирают. И потом вы будете, говорят, штраф выплачивать, да, или как? Да, то есть полотенца без вещей. Ну что, пойдем купаться. Куча народу купается, загорает, потому что водичка супер. Для теплолюбивых, наверное, заходить будет немножко прохладненько, но когда вы уже окажетесь в воде, вы будете просто наслаждаться. Волны, как видите, небольшие, вообще минимальные, но это чисто из-за ветра. Заход у нас, песочек, естественно, это округа, да, детка. Люди плавают в масках, но я не знаю, здесь можно что-то кроме песка увидеть или нет. Как думаешь? Меня все равно не будет слышно. Тебя не будет слышно, я все передам. Думаю, что минимальное количество рыбок, вот, допустим, кто-то ищет. Так я же говорю, аккуратно, кстати, камни. Да. Пойдем левее. В общем, включимся с водички. Как водичка? Как ощущения? Как настроение? Настроение просто бомба, ребята, просто бомба. Вода, вот, сколько там? А не видно. 28 градусов. 28! Супер, вообще. Ну, заходишь чуть-чуть, да, вообще, с непривычки после солнца, чуточку проходим. Да, почему, потому что на улице сейчас, наверное, где-то 33. 33, да, да. Приблизительно вот этот перепад чувствуется. Но как только вы заходите в воду, ребята, это просто масса удовольствия. Не знаю. Единственное, что, мне кажется, почему не так много людей купается, как, ну, должны купаться, наверное, из-за ветра. Потому что вот так вот, хоп, встаете, и вам уже более-менее, типа, ну, типа прохладно на ветру. Ну, вообще, ребята, конечно, блин, да, это просто масса удовольствия. Просто масса удовольствия. Представьте себе, у нас сейчас в Киеве колотун, там порядка 10 градусов тепла. Ну, вода, я даже не знаю, сколько градусов в Днепре, не знаешь? Не хочу даже знать. Наверное, градусов 5, блин. Меня абсолютно устраивает вода в Красном море. Да, просто продлить себе лето. Мы просто рекомендуем, ребята, путешествуйте, наслаждайтесь летом, наслаждайтесь морем. Оно здесь реально классное. Конечно, подводный мир здесь не такой обширный и большой и интересный, как в Шарме. Но, наверное, не все любят. Вы же не только приезжаете сюда, как говорите, кушать и наблюдать за рыбками, правильно? Под снорклингить. Да, здесь все в комплекте. Захотите, я думаю, найдете и рыбок здесь. Без проблемно. Но нам они пока не встречались. Тем более, можно взять экскурсию, допустим, на батискап. Вода похолодела, 27,9. 8. Тем более, можно взять любую экскурсию, водную, подводную, чтобы посмотреть рыбок. Блин, ну вы не представляете, ребят. Вернее, наверное, те, кто ездит, просто представляют, что в данный момент просто кайф. Просто сейчас сезон только-только начинается. Сезон у них начинается с 1 октября, говорят. Это когда падает глобальная жара. То есть октябрь-ноябрь – это те месяца, когда, наверное, цены дорожают, я так думаю, в любом случае. Кстати, наш отель уже стоит на долларов 500 дороже. Да, да, мы сюда прилетели за 25 тысяч гривен, плюс тест, это примерно 1000 долларов и визы. А сейчас отель стоит не 25 тысяч, а 38. Да, непонятно, почему, ну, видите, маркетинг. Но на конец ноября, начало декабря он снова стоит 25 тысяч. Так что мы отлично выхватили тур. Да, но нас часто спрашивают, как вы, где вы берете такие туры. Ребят, ну, вы к себе найдите 1, 2, 3, 5 отелей, которые вы хотите посетить. И нужно каждый день мониторить цены. Каждый день, мало того, что каждый день, каждый день несколько раз мониторить цены. Потому что такая цена может повисеть всего час, а потом она поднимется в разы или упадет. Как вам повезет? Когда вы просите турагента, есть такие турагенты, которые реально следят. Но это должен быть тот турагент, который железобетонно будет уверен, что вы через него поедете. Если вы любого наберете турагента, найдите мне, допустим, там цену хорошую. А вы через него никогда не ездили, я думаю, вряд ли он, наверное, через вас будет выискивать эти цены. Ну да, и целый день мониторить. То есть это должны делать вы сами. Да, да, да. А мы продолжаем наслаждаться летом, продолжаем наслаждаться морем. Ветром. Влад, продолжаем наслаждаться ветром. Пляж отеля Пуры. Это также сеть Штейгенбергер. Но отель немножечко дороже, чем наш Аквамэджик. И пляж у них, кстати, меньше. Зонтиков прилично. Лежаки деревянные, с большими матрасами. Ветрозащита. Ну, в Фургаде это принято. Наверное, в каждом отеле есть ветрозащита. Также мы видим дядечку с острова Пасхи. Ну, я имею в виду статую. Душ на пляже имеется. А еще у них присутствует ресторан Алякарт прямо на берегу. И людей, как видим, ну, вообще просто единицы. Единицы. А почему я так говорю, вы сейчас увидите. Я выхожу к нашему пляжу отеля Аквамэджик. Вход покажу в море. Конечно же, он шикарный, песочек. Сегодня ветер, но это свойственно для Хургады. И небольшие волны. Температурка у нас больше 30 градусов, а море 28. И уже по морю видно, что здесь людей гораздо больше, чем в отеле Пуре. Пляжи вот таким вот заборчиком разделяются. И мы уже выходим к Аквамэджику. Души у нас на пляже имеются. Огромные деревянные зонты. И это большой плюс. Они просто закрывают. Ну, 2-3 шезлонга. Это точно. У нас на пляже также огромнейший бар. Со снеками бесплатными. Очень много столов. И они практически заняты. Хотя уже дело близится к вечеру. Купающихся продолжаю показывать. Их очень-очень много. И в отеле, как мы заметили, из отдыхающих большинство это арабы, то есть египтяне, и немцы. Наших здесь, ну, как-то процентов, наверное, 15-20. Вышка спасателей. Имеется. Но спасатель где-то бегает. Мы пришли уже после обеда, довольно поздно, позже после обеда. И еле-еле нашли свободный шезлонг. Но мы его нашли. А утром нам рассказывали, если хотите занять место, то вам лучше, конечно, приходить часов в 7-8 утра. Так как места потом и больше не найдете. Присутствуют вот такие камни. Почему их не убрали, понятия не имею. Мы сначала думали, что они разделяют пляж отеля Аквамэджик от отеля Альдау. Это тоже сеть Штейнгебергер. Но нет, это просто камни. Спасательные круги. Висит зеленый флаг. То есть купаться можно. И спасатели на пляже присутствуют. Люди плавают с масками. Но посмотреть здесь я не знаю что. На дне песочек. Единицы рыбок. Но если вы все-таки хотите увидеть рыбок, можно взять экскурсию. Батискав. Либо же еще там какой-то дайвинг. Ой, здесь просто ужасный ветер. Но я надеюсь, что меня все-таки слышно. Итак, продолжается наш пляж отеля Аквамэджик. Катера, лодки вижу меня. Вот впереди встречают. Наверное, можно взять водную экскурсию. Или поплавать с парашютом. А также вот на таком парусе. Ну, при таком ветре, честно говоря, это надо уметь делать. И здесь хочу вам показать. Уже каменный вход в море. А не песочек. Так что в Фургаде не везде песок. Вот, смотрите, как классно справляется. На порыве ветра он бедный-бедный, еле-еле-еле держит этот парус. Повторюсь, для этого нужен опыт. Вот Аква-центр, где можно арендовать любое плавсредство и заказать экскурсию. Пойдемте дальше. Так, видим зона, огражденная в Буяме. Поэтому, вот, в принципе, заплыть можно довольно далеко. Снова пляж отеля Альдау уже начался. И мы не можем пользоваться их пляжем. Только Аквамэджикс. Вот таким вот браслетиком. Можем пользоваться инфраструктурой отеля, но не барами и ресторанами. Пляж очень-очень длинный. И я прям вот вообще вижу, аж где заканчиваются зонтики. И мне туда еще идти и идти. Но я вижу прикольный как он, гамак. Можно поваляться, отдохнуть или просто сфоткаться. Классно. Будьте аккуратны. Потому что с разгона если запрыгнуть, можно перевернуться. О, а здесь крутые, смотрите, привязанные типа шезлонги в воде пластиковые. Вот, смотрите, люди валяются на них. Ну, прикольно, круто. У нас такого нету. Загорать очень-очень удобно. Прямо в воде. Так, вышка спасателей. Напоминаю, пляж и все, что на пляже, работает до пяти часов вечера. То есть, до захода солнца. Потом уже спасатели свистят во все свистки, чтобы вы выходили из воды. Так как вечером вылазит вся подводная нечисть на берег. Ну, не на берег, в море, из моря. Поэтому купаться там опасно. Да, шезлонгов здесь, наверное, рядов семь. Очень много. Прям очень. и куча свободных мест. Ну, а я уже буду возвращаться в обратную сторону. О, пирс какой большой. Смотрите, прям вообще огромный-огромный. Я его раньше не видела. И там очень много кораблей и лодок. А льда увижу, отель явно экскурсионный. А вот плывет с прозрачным дном лодка. Кстати, надо узнать сцену. Возможно, здесь тоже можно посмотреть рыбок, как и в шарме. Ну, что хочу сказать, ребята. Не важно, ветер дует, не ветер. Вы на море, и когда у вас дома холодно и неприятненько, то здесь это самый кайф находиться. Просто рекомендуем. Вы можете взять не обязательно сеть отелей Штейнербергер или Риксоса или еще каких-нибудь дорогих, а просто взять недорогую четверочку, но оказаться на море. И это, повторюсь, самый кайф. Как тебе пляж, Валь? Как вообще море здесь? Как входы, заходы, выходы, инфраструктура, что скажешь? Я уже делилась своим мнением, своим впечатлением. Мне здесь очень нравится, да и кому может не нравится на море. И не важно, что это Хургада, и здесь небольшой ветерок. Да, также из минусов здесь есть каменные входы довольно, которые не прорубали еще, да? Или их врубать вы, наверное, и не будут. Ну, их тут очень мало. Друзья, кому нравится море, кому нравится Египет, кому нравится Хургада, ждем от вас лайкосов. Подписочку на наш канал и наш инстаграм. Не забывайте, также у нас есть группа в Viber, все ссылочки в описании. Там мы все делимся своими впечатлениями про отели, плюсы, минусы, рекомендации, все там в группе. заходите к нам. И с вами, как обычно, на позитиве были Олег и Валя. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok